Добро пожаловать на канал Тактика Победы! С вами по-прежнему Макс и это наша любимая игра Crusader Kings 2. Будем продолжать создавать свою империю, точнее начнем создавать свою новую империю с чистого листа. Давайте начнем. Давненько, конечно, меня не было в этой игре, давно я сюда не заходил, не знаю, что тут изменилось, вообще полностью не следил за новостями. Увы, увы, не было на это времени, да и вообще сил, просто банально тупо не было сил. Так, давайте посмотрим, кто у нас тут и что с собой представляет. Ага. В прошлый раз мы играли за Северян, если я не ошибаюсь, когда-то еще за кого-то мы тоже играли. Давайте в этот раз начнем играть за Вятичей. Не знаю, будет, стоит ли менять атрибуты различные. Можно, конечно, попробовать, давайте все-таки изменим. Так, глаза, глаза. Смотри в глаза. Так, носяра такой, вот рот более-менее такой, наверное, будет какой-нибудь. Подбородок более волевой нужен будет. Так, шея пошире, щеки, вот. Уши вроде нормальные, цвет глаз пойдет. Прическа. Прическа. Давайте такую. Бородень не сильно я люблю, когда есть так. Что-то все-таки мне подбородок не очень нравится. Так, а как ты будешь в старости? Нормально. Думаю, такой будет чувак у нас. Герб другой хочу. Не хочу такой. Пусть будет какой-нибудь... Так, так, неинтересно листики. Пусть будет дракон. Только красный дракон нужен. Так, атрибуты. Конечно же, делаем его, как обычно, воином. Одним из лучших. Так, добавляем ему плохие характеристики. Какие я обычно добавлял. Всякие, чтобы понизить. И сделать его гением. Так, стопы. Так, вот гений. И понижаем, понижаем возраст. Пусть будет жирный. Пусть будет ленивый. Так, до 25 упало. Трусом, конечно же, будет. Самодуром не хочу. Цинично, неинтересно. Он добавляет отношение духовенства, отношение за противоположность характера. Не очень. Так, доверчивый, жесткий. Боевой дух. Давайте жесткого сделаем. И командир легкой пехоты. Так. Теперь можно просто раскидать характеристики. Так, давайте фамилию какую-нибудь. Духовский, Плесков, Духовский опять. Ох, Словенский. Духовский, не то, не то. Все, вот, Кривич. Кривич, нет. У нас же Вятич. Вот, пусть будет Вятич. Дипломатию до десятки поднимем. Военные, так. Управление, Индривия и Образование тоже до десятки. Теперь кидаем все в управление. Думаю, пятнашки нам будет в военном искусстве достаточно. А вот управление нам очень нужно. Мы будем создавать много земель. Я еще ни хрена не разобрался в игре. Есть что-то нового. Эрмон не будем включать. Я до этого еще не дорос. Вот, такие вот пироги. Так, ну вот, снова мы в игре. Опять нам включают подсказки. Так, Аладдар прибыл к двору. Это пока не интересно. Так, по политической карте, я думаю, что у нас здесь будет. Конечно же, Словении будут создавать нам большие проблемы. Поэтому, в первую очередь, нам, я думаю, необходимо будет сожрать либо Радимичей, либо Росток. Вот. Чтобы... Хотя, наверное, Радимичей не жрать, они поприже к Киеву. А Киев нам, как известно, нужен как столица будущего нашего государства. Здесь очень много областей, которые можно развивать. Вы это все прекрасно знаете. Так, ну что, Вятичи, что мы имеем на сегодняшний день? Так, нет наследника. Это понятно. Свободные должности. Конечно же, назначаем самых таких прозорливых. Вот, нормальный воевода попался. Управление, конечно, дерьмовое. И отличный советник, девчонка, 18. Образованностью обладает только вот этот сей муж. Так, отправляем, конечно же, шпионить Византию нашу. Одну из основных конкурентов. Да и вообще, самую злую державу на сегодняшний день. Ну, я имею в виду день. Семьсот шестьдесят девятого года. Так, создаем, конечно же, культ в Твери. Легенду. Пока ничего нового здесь не вижу. Так, и, конечно же, больше нам нужно создавать ополчение. Так, дипломата я пока не знаю, куда сунуть. Поэтому пусть он тусуется. Что у нас дальше? Верховное божество Бятичи. Для этого. Итак, это у меня есть, да? Есть, отлично. Будет потерян при наследовании. Наследника у меня потому что нет. Пока жениться я, как обычно, не собираюсь слишком рано. Так, организованность. Сразу же прокидываем ее до низкой. Так, назначить наследника. Ну, давайте, пусть пока будет дядька. Вот этот нельзя. Выбираем цель. Конечно же, у нас цель, как всегда, править северо-русской землей. Верховный вождь Родослав хочет получить северо-русскую корону для язычника. Это означает, что неограниченный кассус были на покорение в деюре в пределах этих земель. От этих амбиций нельзя отказаться. Извините. Так, что у нас дальше? Тут больше я ничего не хочу. Давайте сразу же эту фигню ему включаем. Тут выберите путь. Конечно же, путь будет воина. И это у нас что-то новое. Почетные титулы. А, полководец. Руслан полководец какой-то. И список полководцев. Какой-то он хреновый полководец. Вы что, друзья мои? Пять всего лишь. Так, совет понятно, закон понятно. Технологии. Это у нас что? Максимальное число факторий. Ха. Столица ноль. Минимальный лимит факторий четыре. Практика торговли минус. Так, в экономике мы идем плюс один нормально. Военная плюс один. Так, это за счет навыков. Образованность и военный пятна отлично. Тут у нас что? За счет навыков опять. То, что у нас он довольно-таки в управлении прокачанный. Дядька. Так, вернемся. И базовое увеличение баллов исследований в культуре за счет навыков ноль восемьдесят. Мало, мало. Десять плюс десять почему-то и дает нам ноль восемь. Странно. Хм. А, вот. Баллы за исследование за единицу способности. Ноль ноль четыре. Четыре сотых всего лишь. Это очень плохо. Из войск. Я могу поднять почти тысячу семьсот. Думаю, немножко накопим. Накопим людей. И пойдем на кого-нибудь из соседей. Так, что нам дают интриги? Призывать племенную армию. Это я помню. Основнять торговую республику. Я не хочу. Принять феодализм. Вот это я хочу. Не подлинное язычество. Основной титул. Наличие закона абсолютная организованность. Нам это нужно. Столичные владения. Одно из следующих условий должно быть выполнено. Все следующие условия должно быть выполнено. Тип владения. Селу есть. Есть здание. Каменная крепость. Поселение. Селение. Тверь. Заходим. Так, селение. И как мне здесь сделать каменную крепость? Смотрим. Деревенский рынок. Земляная крепость. Деревенский рынок нам что дает? Доход от налогов. Плюс 0,50. Хорошая тема. Давайте ее сразу же прокачаем. Пусть оно будет. День от маленького спустили. И что у нас тут есть из соседей? Московия тоже. Кстати, неплохо все тут. Но, блин, Киев мне, по-моему, все-таки нужен больше. Тем более, здесь находится храм Юрьев. Который один из основных наших, так сказать, языческих культов. Языческих таких необходимых нам храмов. Как видите, здесь все под язычниками, кроме вот этого вот храма, где ты находишься. Вот. Тоже надо будет отбить у Болгарии. Болгария. Так, давайте посмотрим на карту политическую. Ух ты, ух ты. Что-то я даже не хочу, если честно, идти на запад. Если есть такие огромные земли на востоке. Туда мы, наверное, и проложим свой путь. Но, в первую очередь, нам необходимо создать какое-нибудь здесь королевство. Да, друзья мои? Королевство. Это будет самое-самое то. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну что, давайте начнем немного увеличим скорость. Добавим прирост, так сказать, воинства нашего. Наемники. Так, наемники не изменились. Вот эта вот окантовка, я еще не могу понять, что это означает. Наверное, вот вождь, да, вот эта вот хрень означает, окантовочка такая. И все, пока. Так, что, время тикает, да? Отлично. Мы в плюсе по деньгам идем. Это тоже прекрасно. Конечно, небольшой плюс. Сколько здесь до конца строительства нам осталось? Так, идет, вот строительство идет потихонечку. Ну-ка, стопэ. Так, давайте оставим. Как видите, Словений уже с кем-то воюет. Напал на персонажа верховния вождь Айма. Чуть. Отлично. Они уже на чуть пошли. То есть северяне, то есть славяне. Верховный вождь меняет свое мнение. Отлично. 25. Ух ты. Все. Можно и не ждать. Круто, тенюшка. Что мы идем на вятичий, да? Объявить войну. Покорение. Сделать данникам. Вот это что-то новое. Заставить выборное государство платить вам каждый месяц 40% месячного дохода в качестве дани. Если мы победим в войне, верховный вождь Станислав получает, потеряет 100 престижа. Перестанет платить дань любому прежнему взимателю. Верховный вождь Радислав. Радослав, то это то есть мы. 200 престижа. Так. Станет данником правителя, известного как Верховный вождь Радослав. Белый мир и поражение войны нас не интересует. Так, а что если мы нападем на Москву? Покорение. Москва, завоевание округа. Язычники и кочевники могут завоевать один приграничный округ, даже не имея претензий на него. Германские язычники и викинги могут завоевать любой прибрежный. Так, один мы имеем. Завоевание округа. Один приграничный, не имея претензий на него. Так. Сделать данником. Давайте начнем все-таки с Московии. Возьмем Московию, потом пойдем на Ростов. Родиничи, ладно, хрен с ними, успеем. Потому что я не хочу их делать пока дониками. Их все равно рано или поздно возьмет Киев или Северяне. Они очень слабые эти родиничи. А наше дело вот здесь где-нибудь, я думаю, обосноваться между рек. Заберем Москву, Муром и Ростов. Вот было бы вообще шикарно вот эти территории нам отхватить. И начать военную кампанию. Ну что ж, давайте объявим Москве войну за покорение округа Москва. И поднимаем своих бравых ребятишек. Так, этих сразу отправляем сюда. Стоп, стоп, стоп. Сколько тут? Тысяча. Отлично, объединяем. Радослав здесь есть. Сюда мы направим какого-нибудь дядьку. Вот так вот. А сюда пятерочка где-то была. Вот она. Так, ну-ка, ну-ка, где-то я тут... Вот, новый полководец. Престиж и деньги. Маршал по имени Владислав прибудет ко двору правителя. Владислав. Проверяем. Лассал двор. Владислав, Владислав. Владислав. Не он? Нет, это волхов. Вот. Плюс девять. Отлично. Где ты, корифан? Эй, не понял. Странно. А если мы вот сюда? Не получается. Не могу понять. Ладно, хрен с ним. Получается шестьсот плюс триста и того... А, даже тут семьсот. Тысяча воинов. Не-не, подождем. Подождем основную братву. Потому что против косаря это вот тут как-то непонятно. Такие получится, мне кажется. Так, объединяемся. Так. Вот это сейчас их завяжем боем. Так, девятнадцатое мая. Ждем, ждем, ждем. Ну, давай, нападай, нападай. Оп, напал. Отлично. И мы включаемся в эту битву. Да, держитесь, хлопцы. Подмога, подмога идет. На, есть. Все, разбили. Разбили этих гавриков. Все, отлично. Отлично, объединяем войска. И следуем сразу же за ними вмажать. Ну, что ж, друзья. Следующую серию посвятим военной кампании. До скорого. Следующей серии. Пока.